Несмотря на то, что спортивные результаты в центре внимания на этой неделе, в городе проходят и другие важные встречи. Так, в городской администрации состоялось очередное заседание Горсовета. Среди вопросов – темы, которые напрямую касаются каждого воркутинца. На городской доске почета появятся новые фото 32 воркутинцев, чей вклад в развитие города особо значим. Также депутаты рассмотрели вопрос назначения стипендии Совета Воркуты одаренным детям. Одним из новостных сюрпризов стал вопрос об изменении структуры администрации города. Вслед за объединением Департамента дошкольных образовательных учреждений и Управления образования, изменения коснутся Управления культуры, туризма и отдела молодежи. Данные изменения вносятся по трём принципиальным причинам. Первое – это изменившееся законодательство России и Республики Коми. И второе – необходимость более эффективно проводить работу и в области туризма, и в области молодежной политики. И третье – это улучшение, если можно так сказать, экономической составляющей нашего бюджета. Сегодня, соответственно, будет создан непосредственно при Управлении культуры Центр отдыха и туризма. Вот туда вольются несколько структурных подразделений. Это, соответственно, парк культуры и отдыха, это Южный база отдыха, это, соответственно, Елога, это Центр туризма. То есть это, опять же, будет эффективность и качество. Ответы на крайний вопрос повестки дня ждут наверняка многие воркутинцы и жители северных районов страны. Отменят ли с таким трудом зарабатываемые северные надбавки? В середине сентября проект закона, аннулирующего коэффициенты, рассматривался на заседании Общественного совета при Министерстве труда. Я считаю, надо поднимать общественность северных регионов, чтобы этот документ, хотя бы его довести до людей. Может быть, там стоит 20, это самое, 300 процентов. Может, мы зря поднимаем эту бучу, может, там нам правительство хочет сказать, что вы будете там в три раза 300 процентов северных получать. Но документ этот надо прежде, чем обсуждать. Обсуждать его надо с народом и в тех регионах, на которые он распространяется, а не в кабинетах в Москве. Согласно Трудовому кодексу и действующему еще с 90-го года приказу Минтруда, Воркута приравнивается к районам Крайнего Севера, где действуют процентные надбавки к заработной плате. Теперь же планируют упразднить эти повышающие коэффициенты, так как, по сути, они не увеличивают зарплату, а уже включаются туда. У людей, я понимаю, в данном, в этом постановлении, если даже будут гарантии по северным, они будут распространяться только на бюджетников. Как вы сказали, работодатель так и будет платить. Но у людей должна быть какая-то, есть гарантия. Должна быть гарантия, она закреплена в этом законном. Если принимать постановление, принимать какой-то закон, если касается северных, то прежде надо посоветоваться с этими людьми. Депутаты Горсовета на специальных комиссиях изучат этот вопрос. В итоге будет составлено обращение в органы власти России, чтобы там услышали эхо северных регионов. Александр Воеводин, Марина Зайцева, ТВ Гало, Воркута.